Мне прислали фотографию с места ДТП, то есть уже взятую из новостей. Сразу увидела, что это машина мужа. Увидела на фотографии, что стоит скорая помощь, он лежит на носилках. 20 апреля. Время почти 8 утра. Пересечение Ленина и Аносова. Трамвай на несколько метров протащил машину. Автомобиль восстановлению не подлежит. За рулем находился бар на улице Николай Андреянов. Мужчина собирался повернуть на перекрестке. Уже две недели он находится в тяжелом состоянии в больнице. Травмы очень серьезные. Состояние тяжелое. Вся левая сторона у него травмирована. Травмы очень серьезные. Он находится сейчас на ИВЛ. Естественно, говорить он не может. Виктория не верит, что ее муж мог быть виновен в ДТП. По ее мнению, если бы мужчина, выезжая с парковки, проехал бы на красный, сначала он столкнулся бы с машинами, а не сразу с трамваем. Юлия Ершова – водитель троллейбуса. Женщина видела сам удар. Мы подъехали к перекрестку, нам загорелся запрещающий сигнал светофора, мы остановились. Зачастую же на многих перекрестках трамваем горит отдельная секция. Я изначально тоже подумала. То есть даже я бы и не подумала на трамвай, что там что-то он может не так сделать. А когда я уже сделал оборотный круг, обратно еду и смотрю, что оказывается светофор работает для проспекта Ленина одинаково, а для трамваев нет секции тут. В распоряжении нашей редакции оказалось такое обращение, которое, по словам нашего источника, разместили в трамвайном и троллейбусном депо. По этой версии водитель такси неожиданно выехал на перекресток, не уступив трамваю. Но и водитель трамвая двигался со скоростью 40 км в час. Водители последствия данного ДТП можно было снизить или избежать, если бы водитель трамвая, проезжая данный перекресток, соблюдала пункт должностной инструкции двигаться через перекресток в режиме выбега. Выбирать скорость, обеспечивающую безопасность движения, но не превышающую 20 км в час. Мы написали запрос в управление МВД по городу Барнаулу, чтобы узнать официальную версию по этому делу. Ответ поступит в ближайшее время. А пока процитируем телеграм-канал «Инцидент Барнаул». В день аварии там опубликовали следующее сообщение со ссылкой на госавтоинспекцию. Водитель, мужчина 1978 года рождения, управляя автомобилем Ниссан Терана, при выезде на дорогу с прилегающей территории, не уступил дорогу трамваю под управлением водителя женщины 1979 года рождения. Предварительно, предварительно уже его обвинили. То есть, предварительно является виновником он. Ну, а там дальше следствие идет, следствие покажет. Если вы стали очевидцем этой аварии и хотите помочь семье разобраться в том, что произошло, можете обратиться к Виктории. Ее телефон вы видите на своих экранах. Ну, а мы еще обязательно вернемся к этой истории. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok